В эфире новости в студии. Работают Виктория Антонишна, Алмаз Ашим. Здравствуйте. 23 пострадавших от взрыва в одном из столичных кафе остаются под наблюдением врачей. 11 человек с незначительными травмами на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города. Сообщается, что госпитализированные пациенты поступили с термическими ожогами и отравлением угарным газом средней степени тяжести. Напомню, трагедия произошла накануне днем. Взрыв газбаллона был такой силы, что дом, в котором находилось заведение, сравнялся с землей. Не обошлось, к сожалению, без жертв. Одна из раненых скончалась по дороге в больницу. Травмы, полученные под завалами, оказались несовместимы с жизнью. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 25 человек погибли при пожарах с начала отопительного сезона в Алматинской области. Почти столько же получили тяжелые увечья. Из почти полутора тысяч возгораний около половины приходится на частный сектор. Основные причины всех несчастей, как говорят сотрудники ДЧС, это курение, злоупотребление алкоголем, детская шалость, неправильная эксплуатация печи. В прошлом году на покупку 25 тысяч датчиков угарного газа направили почти 170 миллионов тенге. Устройство бесплатно установили в домах социально уязвимых граждан. На этом, в принципе, мы не останавливаемся. В этом году планируем также при поддержке Акимата закупить и также установить для данных слоев населения уже датчики обнаружения непосредственно дыма, пожара и датчики утечки природного газа. Так как у нас сейчас, видите, область, она активно газифицируется. Густой смог окутал столицу, запеленной дыма едва видны административные здания и дома. Судя по данным портала Эйркас, уровень загрязнения воздуха как на левом, так и на правом берегах Нур-Султана превышает норму. Поэтому сегодня не самое лучшее время для прогулок на улице. Синоптики прогнозируют, в первые дни следующей недели скорость ветра не будет превышать 4 метров в секунду. Жителям, возможно, придется набраться терпения. Дышать тяжело. Домой заходишь весь пропитанный смогом. И вообще-то вредно для здоровья. Ветра нету, когда, получается, смог есть. Но не особо мешает. В принципе, жить можно. У нас есть такие города, как Павлдар и Алмата. Я думаю, там смог намного больше проблем возникает. Конечно, мешает. Вот на правом берегу, там же вообще много частных домов. Там очень большой смог. Каков-то владельцу нет, а так вообще, конечно, это плохо, что смога много. В Казахстане за сутки коронавирус подтвердился у 756 человек. Почти 200 новых случаев выявили в Восточно-Казахстанской области. Резкий прирост отмечен в СКО. 91 инфицированный в соседнем Кустанайском регионе плюс 75. Таким образом, всего в стране подтверждено около 125 с половиной тысяч случаев ковид. Выздоровели за последние сутки около 400 пациентов. Лидеры G20 обсуждают в эти выходные, как распространять вакцины от коронавируса, а также лекарства и тесты по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне, поскольку как можно быстрее восстановиться после пандемии, разумеется, желают все. В «Большой двадцатке» я беспокоен тем, что ситуация с ковид может еще больше углубить глобальные разногласия между странами. Есть еще одна битва, к которой мы должны быть готовы. Когда вакцины будут выпущены на рынок, будут ли они доступны каждому? Сможем ли мы избежать сценария двух миров, где только богатые имеют доступ к ней и могут защитить себя, вернувшись к своей нормальной жизни? Будет ли международная координация основана на сотрудничестве? Или будет отвечать логике влияния, финансовых интересов и национального эгоизма? Пора трансформировать концепцию общего блага человечества в практическую реальность. Пандемия продемонстрировала, что международное сотрудничество является самым оптимальным способом преодоления кризисов. Мы должны сосредоточить внимание на наиболее уязвимых моментах. Мы должны оказывать поддержку всем странам мира, поскольку мы не будем в безопасности, пока все не будут в безопасности. В саммите принял участие президент США Дональд Трамп. Вашингтон ранее анонсировал свой выход из ВОЗ. Он официально запланирован на июль следующего года. Глава Белого дома обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она поздно проинформировала о реальной угрозе коронавируса и подвержена влиянию Китая. СМИ отмечают, Трамп смог высидеть только два часа, а потом досрочно покинул мероприятие и поехал играть в гольф, не обсудив совместный ответ мира на вызовы пандемии, несмотря на почти 200 тысяч новых больных в Штатах за прошедшие сутки. Политические кризисы, бойкот оппозиции. На таком фоне в Грузии прошел второй тур парламентских выборов. Кандидаты отправящей партии «Грузинская мечта» победили во всех 30 округах, набрав более 85% голосов каждый. Оппозиция, не признавшая итоги выборов в конце октября, бойкотировала второй тур, отказавшись от участия. В целом, по заявлению Центральной избирательной комиссии, второй тур прошел спокойно, без существенных нарушений, но явка избирателей была низкая, чуть более 26%. Во втором туре я сделал выбор, чтобы как можно быстрее закончилась выборная кампания. И все политики, кому грузинский избиратель в первом туре во время пандемии выразил доверие и возложил обязанности, должны прочувствовать эту ответственность. И, конечно, все эти политические процессы должны перейти в парламент. Это самое главное. Какой бы большую разницу между нами ни было, мы должны научиться вести диалог, брать на себя ответственность, научиться работать вместе. Это желание нашего избирателя и задание нам. Именно так строится демократичное европейское государство. Строительство четырех многоэтажных домов в центре Алматы вызвало возмущение горожан. Они считают его незаконным. Здание возводят на месте бывшего детского сада для детей, слабовидящих и слепых родителей. Когда сносили дошкольное учреждение, обещали построить новый сад и один высотный дом. И теперь у алматинцев возник резонный вопрос. Кто и когда изменил целевое назначение нового строительства? В дело пришлось вмешаться антикоррупционному департаменту. С подробностями об этом Анастасия Валикжанина. За два с половиной года Мурат Касенов вместе с активистами написал больше 600 писем в разные госорганы города и страны. По его словам, вот здесь, на пересечении улиц Карасай-Батыра и Шарипова, незаконно строят сразу несколько жилых зданий. Еще в 1980 году на данном участке были детские ясли сад. Государство построилось специально для детей, слабовидящих и слепых родителей. А 16 лет назад детсад перестал работать. С тех пор его передавали из рук в руки разным хозяевам. При этом его целевое назначение менялось не раз. И только в 2017 году местные власти решили, что на этом месте должны быть детский сад и многоэтажка с паркингом. По факту же здесь возводят четыре высотки. Почему там четыре домов вместо одного, я не могу пояснить. Данный вопрос не относится к нам. Там настоящий момент целевого назначения. Для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, детским садом и подведенем парке. Данное строительство ведется с июля 2018 года. И оно по своей сути содержание незаконно и самовольно. Потому что данное строительство велось без документов, без уведомления о начале строительно-монтажных работ, без проектно-сметной документации, без технического надзора, без авторского надзора, без выданного разрешения на экологическую эмиссию. Получается, что почти полтора года стройка велась без каких-либо документов. Но даже не этот факт возмутил горожан. При возведении зданий застройщик захватил больше 11 соток прилегающей земли, на которых и строились высотки. Жители обратились в Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Им ответили, что назначена внеплановая проверка в отношении Акимата Алматы. Она установит, насколько законным было предоставление строительной компании земельного участка, принадлежащего государству. А недавно в дело вмешался и антикоррупционный департамент. Сейчас специалисты изучают эту проблему. В специализированных магазинах спрос на военную экипировку высокий. За хорошее качество просят довольно приемлемую цену. Поэтому и нравится людям эта одежда. Вот только носить форму разных родов войск гражданским людям запрещено. Да, слышал, что могут оштрафовать за это. Но мне очень нравится такая форма. Во-первых, качество хорошее. Одежда прочная, ноская, удобно в хозяйстве. Если будут штрафовать, так пусть тогда запретят магазинам продавать. Я другого варианта не вижу. Военную форму сейчас ведь можно свободно купить хоть где. А еще к ней можно подобрать любые шевроны и нашивки разных родов войск. И никаких разрешительных документов не потребуется. Военная форма пользуется популярностью гражданского населения. Они больше используют ее как спецовку или рабочую одежду. А когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооруженных сил и военнослужащих. В Атырау с начала разъяснительной акции вынесли 28 предупреждений. При повторном нарушении будут наказывать штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге. Для юридических почти 70 тысяч. Владарские волонтеры обеспечивают горячим питанием сотрудников блокпостов, которые круглые сутки дежурят по периметру областного центра. Горожан добровольцы не устают обучать правильному мытью рук, ношению масок и их утилизации. Эта масштабная работа в борьбе с коронавирусом объединила общественные организации. С самого начала пандемии волонтеры тесно сотрудничают с медицинскими учреждениями. Большой акцент и совместно с волонтерами, конечно, делаем на наших пациентов, которые посещают нашу поликлинику. То есть во время приема врачи раздают раздаточный материал, буклеты по профилактике. Размещаем этот материал по профилактике эпидемической непростой ситуации. На наших ледэкранах, которые расположены в обеих корпусах. В городской поликлинике номер 4 получают медуслуги более 70 тысяч горожан. Последнее время здесь выявили 200 пациентов с коронавирусом. Ровно половину удалось успешно вылечить. Большое подспорье в сдерживании распространения инфекции оказала профилактика, говорят врачи. Тягиваете снизу эту маску на весь подбородок, тем самым поправляете. У вас получается вся маска закрыта. Все закрывает ваш подбородок. Прикасаться руками к маске нельзя. Волонтеров сегодня больше заботит правильная утилизация средств индивидуальной защиты. Они являются опасным источником распространения инфекции. Людям это тоже нужно объяснять. Общественники предлагают установить на улицах специальные контейнеры для использованных СИЗов. Каждая организация, каждое предприятие пусть собирает отдельно эти емкости, а в дальнейшем уже есть у нас службы, те, которые занимаются утилизацией данных отходов. Я думаю, здесь уже они должны нам какое-то добавочное пояснение дать, для того, чтобы мы уже доводили это до населения. Потому что много вопросов возникает в ходе наших презентаций, в ходе наших акций. По периметру Павлодара работают пять блокпостов. Волонтеры выступили с инициативой поддержать дежурные смены горячим питанием. Клуб Добряков каждый день привозит сюда еду. Уже седьмую смену работаю. На улице погода холодная, но как бы мерзнем мы, но меняемся. Волонтеры нам привозят в клуб Добряков горячую еду. Спасибо им за это. Горячие обеды и ужины готовят за свой счет кафе и рестораны. Волонтеры постарались. Они же и доставляют питание на блокпосты. С начала пандемии общественники не снижали активности. Некоторые из них тоже переболели. Я лично сам переболел ковидом. Был на карантине 14 дней. Полностью лечился по алгоритму, который назначили мне врачи. После этого мы вышли снова на горячие точки. Помогали провизировать стационары. На тот момент беда не спрашивает, когда прийти настигло большое количество заболевающих. Не хватало штативов, капельниц. В самый пик карантина клуб Добряков поддерживал 30 карантинных домов. Почти 4 тысячи жителей они обеспечили продуктовыми наборами. Сейчас эпидситуация в Паладарской области считается одной из неблагополучных в республике. Поэтому волонтеры призывают объединиться в борьбе с COVID-19. Не хватает доноров. Врачи в Атравусской области говорят о снижении числа добровольцев. Ежегодный запас биоматериала в региональном центре крови составляет 15 тысяч доз. Пока дефицита нет. Но в случае необходимости большого объема, говорят специалисты, может возникнуть проблема. Передовое оборудование и цифровые технологии. Областной центр крови построен с учетом современных требований. Здесь могут принимать до 100 доноров в сутки. Однако сейчас кабинеты забора крови все чаще пустуют. Сказались пандемия и режим самоизоляции. Сегодня, к примеру, 8 доноров пришли. Раньше 45 в день принимали. Всего же за 10 месяцев наш центр посетили свыше 6 тысяч доноров. Мы заготовили более 13 тысяч доз компонентов крови. Сейчас фонд составляет 12 тысяч доз. Эритроциты, содержащие компоненты, свежезамороженная плазма и тромбоконцентраты. Повышенный спрос именно на эти биоматериалы. Пока запасов достаточно. Но банк крови, говорят врачи, необходимо постоянно пополнять. Очень часто восполнить необходимый запас крови помогают полицейские, спасатели и военнослужащие области. За счет добровольцев из их числа на сегодня дефицита донорской крови нет. Между тем, количество доноров в регионе продолжает сокращаться. Чтобы повысить донорскую активность среди горожан, врачи центра намерены провести ряд акций в организациях и предприятиях. Соблюдение всех эпидемиологических требований, конечно. Райхан Тажибаева, Арстамбек Кенжи, Амантай Матенов, Атрау, Хабар 24. Главному украшению мавзолея Ахмеда Исауи Тайхазану вернули исторический облик. Вокруг древней чаши установили 10 наконечников с именами духовных лидеров в Средневековье. Именно так, согласно источникам, Казан выглядел вплоть до середины 20 века. В 1935 году его забрали на выставку в Санкт-Петербург, откуда он вернулся уже без сопутствующих деталей. По словам историков, они бесследно исчезли. Но по инициативе руководства музея Азри Цултан наконечники воссоздали и вернули на прежнее место. Их изготовил один из лучших мастеров Туркестана. Работа заняла около года. Один из главных источников, подтверждающих, что Тайхазан был окружен наконечниками, фотографии, сделанные путешественником Александром Куном в 1870-х годах. Такие же фотографии есть и у других ученых, посещавших мавзолей в начале 20 века. Отмечу, что мавзолей украшает еще один, более крупный наконечник, на котором имя Ходжа Ахмеда Яссави. Его в свое время мавзолею подарил Эмир Тимур. Фильм о братской дружбе двух народов, казахов и узбеков, снимают в Узбекистане. По словам режиссеров, в киноленте есть все. От драмы с яркой любовной линией до напряженного сюжета с военными действиями. Вторую часть картины должны были снимать у нас в Казахстане. Но съемочной группе не удалось попасть в страну. Подробно о фильме и о том, когда он выйдет в широкий прокат, расскажет наш корреспондент в Ташкенте Жасен Беркенов. Это непридуманная история. Художественный фильм «Наследие» от начала и до конца основан на реальных событиях, что происходили в начале и середине 20 века. Кинокартина рассказывает о древнем родстве, крепких связях и дружбе казахского и узбекского народов. Также в фильме показаны духовные ценности тариката Ясави, религиозно-суфийской школы, основанной Хаджай Ахмедом Ясави. Президент Шавкат Мироманович Мерзияев сказал, что мы очень много фильмов должны снимать о дружбе наших народов, казахского и узбекского. И не только документальных фильмов, художественных, доступных фильмов, а рассказывающихся о реальности. Это, грубо говоря, на реальных событиях снимается. Сама же картина рассказывает о любви казахской девушки и узбекского парня. Главное героиня попадает в сложную ситуацию и не может воссоединиться с возлюбленным. Кстати, роли молодых людей изначально должны были играть казахстанские актеры. Все жданы казахские, именно популярные казахские актеры. Там Димаша Ага, Димаша Ага, и Нурлана, который играет, и режиссер. Очень много. Даже мы и девушку Айгур выбрали Казахстан. Но, увы, до последнего мы ждали, но они не могли приехать к съемкам. До последнего. И сейчас у нас, как говорится, узбекские казахи играют эти роли. Роль красавицы Айгули сыграла каракалпакская актриса Айсанем Ясупова. Артистка небезызвестная. Ранее она уже снималась в нескольких местных и казахстанских картинах. Съемка об Асламбаслана, интернет-тенкордом. Перед началом съемок я начала изучать образы казахских девушек того времени. Искала в интернете об их национальных костюмах и поведении. Поэтому мне было несложно сыграть роль Айгуль. В этом фильме главная героиня преодолевает множество трудностей. Сначала она не может встретиться со своим возлюбленным. Выходит замуж за другого. А позже один из троих ее детей умирает от болезни. Тем временем ее муж уходит на войну. По задумке, несколько эпизодов фильма должны были снять в Белоруссии и Казахстане. Но ковид подпортил планы съемочной группе. И этого пока сделать не удалось. Пандемия, конечно, нам наглухо помешала. Но до сих пор мы надеемся попасть в Казахстан. Именно в мавзолею Туркестана. В мавзолею Ахмада Ясавия Туркестана. И тем более в Казахстане есть медведи. Есть сцены с медведем. Вот именно вот этот момент мы хотели там снимать. По самым смелым планам, картина должна выйти в прокат в начале следующего года, если этому не помешают ковидные ограничения. SpaceX произвела успешный запуск спутника, который будет следить за изменением уровня Мирового океана. Аппарат называют «золотым домиком» из-за формы корпуса, солнечными панелями и золотистого термоизоляционного материала. Sentinel-6 — это совместный американско-европейский проект. Он продолжит работу других спутников. При этом с помощью Sentinel-6, надеются ученые, им удастся обновлять карту почти всей водной поверхности каждые 10 дней. Это позволит точнее предсказывать приближение штормов и наводнений. На этом мы и закончим. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok